В Америке, увы, два правосудия, а не одно. В бурном 2020 году мэр Миннеаполиса плакал на взрыту позолоченного гроба уголовника Джорджа Флойда, скончавшегося во время задержания за фальшивую двадцатку. После кончины Флойда под коленом полисмена Деррика Шовина, посаженного потом на много лет за его убийство, более 500 городов Америки были пущены на поток разграбления. Белые институтки прилюдно омывали черным ноги, а полиция вставала перед ними на колено. В ходе бессмысленного и беспощадного американского бунта, длившегося все лето, было убито более 20 человек, а материальный ущерб составил 1-2 миллиарда долларов. Санкироты десятки ночей подряд штурмовали здание Федерального суда в Сиэтле. Сгорели сотни магазинов и лавок, но либеральные СМИ отмечали, что протесты, в кавычках, носят в основном мирный характер. Потом о них начисто забыли. Я, например, почти не помню сообщений о судах над погромщиками, большинство из которых наказаны не были, поскольку воспринимались властителями наших дум как социально близкие. Другое дело захватчики Вашингтонского Капитолия, который был на несколько часов полонен трампистами 6 января 2021 года. Часть из них действительно подралась с охраной, но большинство просто вошли в здание, иногда по приглашению охранников, и слонялись по его анфиладам, делая селфи. Американское правосудие разбиралось с оккупантами Капитолия иначе, чем с социально близкими погромщиками, о которых наша пресса практически никогда не вспоминает. Многие из первых, даже не обвиненные в применении силы, месяцами ожидали суда в одиночках. Даже левая демократка-сенатор Элизабет Уоррен заметила, что такое обращение ставило себе целью наказать людей до суда или сломать и заставить сотрудничать со следствием. Сотни других обвиняемых до сих пор не знают, на каком они свете. В свете того, как характеризуют их левые агитпропы глава государства, это не мудрено. Байден назвал их мятежниками, приставившими кинжал к горлу нашей демократии. В прошлом году он заявил, что они совершили самую опасную атаку на нашу демократию со времен гражданской войны. Вице-президент Камела Харрис, которая, в отличие от него, не выжила из ума, поскольку его у нее сроду не было, сравнила захват Капитолия с Перл-Харбором и с 11 сентября. Как писал во вторую годовщину захвата Капитолия консервативный комментатор Клейтон Фокс, Байден и Харрис вряд ли действительно считают, что беспорядки, в ходе которых лишь один человек умер насильственной смертью, это была сторонница Трампа Эшли Бэббит, застреленная капитолийским полицейским, сопоставимы с самыми кровавыми катастрофами американской истории. Гипертрофированные формулировки, которые повторялись бесчестными другими политиками и говорящими главами, помещают это событие его участников в особую категорию, находящуюся вне общепринятых норм судопроизводства. 9 января Минюст огласил очередную сводку, согласно которой за участие в захвате Капитолия были арестованы 950 человек. Более 284 из них были обвинены в неподчинении охране или нападении на нее, а примерно 99 из них обвинялись в применении смертоносных или опасных предметов. В оригинале оружие – weapon, но оружие трамписты не применяли, оставив его, у кого оно было, в мотеле, или в причинении охраннику серьезных телесных повреждений. 860 из 950 арестованных были обвинены в том, что они проникли на режимный федеральный объект и в нем оставались. 91 из них обвинялся в проникновении на режимный объект с опасным или смертоносным оружием, смотри выше, которым, как я понимаю, мог быть и зонтик, и древко-флага. Окончание завтра. Владимир Казахстан.